288 тысяч тонн зерна Семеноводческое предприятие «Общество с ограниченной ответственностью Черемшанское» Лидеры этого года по урожайности свыше 50 центнеров с гектаров На некоторых полях она достигала отметки в 67 Колос нынче высокий, полный, тяжелый Сорт Икар, привычный в этих местах, очень отзывчив на внесение удобрений, защиту от болезней и вредителей На таком результате сказались вовремя прошедшие дожди и хорошая погода в уборку Не подвели и механизаторы, работающие от рассвета до заката Общий намолоть зерна составил почти 17 тысяч тонн У нас есть гордость за наше предприятие, за наш коллектив трудовой, за веру в будущее Стараемся работать, правильно работать и чтобы в нашем Ишинском районе, Тюменской области было зерно и продовольственная безопасность нашего государства Еще один крупный семеновод – «Общество с ограниченной ответственностью Апеновское» Отметив 20-летие, в прошлом году здесь поставили цель – намолотить 50 тысяч тонн зерна Есть пассивная площадь в 16 тысяч гектаров и ответственный коллектив поливодов Не хватало доброй погоды, но не на этот раз Результат уборочной 2022-го превзошел все ожидания – 53 тысячи тонн Кстати, ячмень, а он у хозяйства исключительно пивоваренный, по урожайности превзошел пшеницу – почти 40 центнеров с гектар Конечно, сказался серьезный подход к работе – использование энергонасыщенных тракторов, широкозахватной техники, внедрение агротехнических приемов А потому планку вновь пора поднимать Подана руководителем конкретная задача, в каких местах нужно доработать, что нужно сделать, чтобы получить в следующем, либо в ближайшие годы Чтобы мы могли выйти на эту планку в 60 тысяч тонн с нашей пассивной площади И мы прорабатываем и без сомнения будем стремиться И я очень надеюсь или верю в то, что, ну не может не в следующем году, но в ближайших 5 лет мы постараемся выйти на этот результат и закрепить его, а не просто выйти На полях Игоря Осипова собрали все до последнего зернышка Урожайность в 48 центнеров с гектара позволила обеспечить такую валовку, что склады затрещали по швам Пришлось применить русскую смекалку Сделали несколько зерновых буртов с полиэтиленовым покрытием Укрыли таким образом более 5000 тонн Бурты разместили на территории зерносклада Кстати, благодаря хорошей цене на зерно в прошлом году удалось улучшить производственную базу Асфальтировали территорию, построили еще один зерносклад и цех по производству кормовых гранул Сегодня пригодится все, в том числе и собственный крупозавод Перерабатывать зерна нынче придется много Общий намолод составил свыше 27 тысяч тонн Люди постарались Есть ребята хорошие, пашем зябь, возим зерно Сушильщики, вот Комаров Борис сейчас на сушилке на Петкусе сидит Будник Николай Ребята достойные, поверьте, такой объем работы кто-то же делает Без хороших людей мы просто работать не сможем Механизаторы хорошие, на зероскладе операторы те же на крупозаводе крупу выпускают Потом будем кормовые гранулы Все это наши люди Золотые? Золотые рабочие руки У агрофирмы Колос сбор зерна закончился тоже в числе первых При урожайности свыше 46 центнеров с гектара намолотили почти 17 тысяч тонн За бесценок продавать не станут Стали строить дополнительные помещения под урожай Его в хозяйстве всегда есть куда направить Во-первых, вскоре вновь заработает собственный крупозавод, где начнется производство трех видов крупы Во-вторых, зерно пойдет на корм животным У предприятия приличное поголовье КРС 1652 головы Почти половина из них дойная Дробленое зерно улучшит рацион животных и увеличит на дое, как планируют в этом году, минимум на 2% Я очень рада и довольна, что у меня такой трудовой коллектив Который я создавала все эти 17 лет, что работаю на этом предприятии Поэтому я хочу сказать большое им спасибо за то, что они во время полевых работ Ну и когда бывают какие-то временные проблемы в животноводстве Люди идут навстречу, они не считаются со своим личным временем Они сначала выполняют все работы на предприятии То есть, чтобы у нас все технологические процессы вовремя закончены Поэтому большое им спасибо Наталья Дубровская занимается молоком почти 5 лет Ее кооператив КАМА собирает сырье от частных подворий из 7 районов Югообласти Теперь предприниматель запустила цех по переработке Ежемесячно новое производство выпускает по 300 кг сливочного масла Жирностью 82,5% и 1,5 тонны 5% творога В месяц цех может перерабатывать до 30 тонн сырья Фасовка продукта пока идет вручную На производстве двух продуктов здесь останавливаться не будут В дальнейшем мы хотим реализовать сыр на продажу Пробовать будем учиться, будем молоко также Ну, все в оборудовании упирается И когда закупка произойдет, это все будем пробовать Так что мы всех накормим Агрохолдинг Юбилейный – крупнейшее предприятие Тюменского агропромышленного комплекса На сегодняшний день компания обрабатывает 93 тысячи гектаров в четырех районах А это 14% пахотных земель Тюменской области В этом году в поливодстве достигнут очередной рекорд – 230 тысяч тонн зерна в бункерном весе На Ишимской земле обрабатывает порядка 17 тысяч гектаров Урожайность составила почти 32 центнира с гектара У предприятия нет и не будет проблем с реализацией зерна Дочернее предприятие агрохолдинга «Завод Аминосип» способно перерабатывать 120 тысяч тонн сырья в год Благодаря глубокой переработке производится несколько продуктов Аминокислота «Лизинсульфат» – 30 тысяч тонн в год Что составляет 30% рынка Российской Федерации Экспортоориентированные продукты, которые покупает Америка, Турция и Нигерия Глютен – 10 тысяч тонн, этиловый спирт – более полутора миллионов декалитров Достаточно зерна требует свиноводческая отрасль Выращивается 200 тысяч голов в год – это 10% рынка Уральского Федерального округа Работает селекционный центр на 2 тысячи свиноматок Активно развивается мясопереработка В год производится свыше 24 тысяч тонн колбас и полуфабрикатов География продаж – 14 регионов нашей страны И на этом юбилейный не останавливается Наш новый проект по глубокой переработке гороха набирает обороты Мы закончили проектирование первого этапа строительства И активно проводим уже строительные монтажные работы оборудования На производственной площадке близ деревни Савина К концу года мы начнем проектирование второго этапа И через 2,5-3 года мы должны закончить все строительные монтажные работы 40 лет назад в Ишимском плодобитомнике росли кустарники малины, оплепихи, смородины и черноплодной рябины Тогда в местных школах целые классы снимали сроков и отправляли на сбор ягод Правда, если раньше такой труд никак не оплачивался, то сегодня наоборот Возрождением плодово-ягодного направления в районе занялось объединение «Страна-Агро» Руководителем которого является Булат Мурзанов Собрали 8 тонн Весь урожай благополучно отправлен в Тюмень на переработку Восстановить между ряди То есть, конечно, желание еще расширить площади данного питомника Ну и взаимодействие с торгово-перерабатывающим комбинатом Овощеводство в районе медленно, но верно набирает обороты Этим занимаются пока всего 12 человек Картофель и овощи выращивают на 140 гектарах земли У фермера Игоря Гапеева на картофельных полях три сорта дали отличный урожай Часть его сразу ушла прямо с поля Часть хранят в складах За 15 лет работы поливодом Игорь Гапеев обзавелся разной техникой Но капусту со свеклой убирать приходится пока исключительно вручную За год фермер продает порядка тысячи тонн картофеля, капусты, свеклы и моркови В планах увеличить объемы Мы не то, что даже способны себя прокормить Я думаю, мы даже должны еще куда-то продавать всю продукцию Есть желание, есть возможность, все есть, все нормально Перешагнув 75-летний рубеж Гагаринское потребительское общество планирует увеличить производство хлебобулочных и кондитерских изделий Сегодня предприятие в месяц производит 70 тонн продукции Рост произойдет за счет установки нового оборудования и сохранения качества товара В свое время в Ишимском районе работало 5 потребительских обществ Выжили на рынке только гагаринцы Руководитель считает, что это благодаря ставке на качество и вложению средств в развитие Недавно приобрели хлеборезскую упаковочную машину Вскоре на 2,5 миллиона обновят часть пекарского оборудования Что позволит увеличить объем производства продукции еще на 10 тонн в месяц Но все-таки у нас хорошая продукция Это в первую очередь У нас натуральная продукция, скажем так Вот это плюс, которым я горжусь, я всем так говорю Минус ее очень тяжело сделать То есть все-таки там говорят, вот там у тех там пышные булки, там красивые Но это красивое, но это не значит, что полезно А у нас? А у нас настоящее, натуральное Наши аграрии Наш золотой фонд земли Ишинской Они говорят, мы всех накормим Потому что умеют работать много и в любых условиях Знают, как и могут вырастить прекрасный урожай Умеют производить любую продукцию из зерна, овощей, молока и мяса Их труд является основой продовольственного фундамента Как нашей территории, так и всего региона в целом Субтитры создавал DimaTorzok